Всем доброе утро! Холодно, пара изо рта. Но погода, наверное, будет солнечная, потому что нет ни дымки, ничего, ничего, ничего. Но холодно. Ну, понятное дело, что не морозно, но всё же. Кстати, сколько градусов я даже не посмотрела. Дианка уже пошла в школу. Ну, началась новая рабочая неделя. Опять день сурка, хотя он постоянный, ежедневный. Ой, муж мой спит. Сегодня у него выходной, завтра он идёт сутки, а сегодня выходной. Помокиш вышла, тоже ей нужно хотя бы три минутки подышать. Ой, пошла, захожу холодно. Конечно, здесь у меня Миношек. Он сегодня всю ночь со мной спал. Челек спала с Дианой. Рюзгера Челек с Дианой. А Минош со мной. Ну, там, наверное, ещё где-то Шефтали был, но не на кровати, а где-то в другом месте. Потому что, когда Минош ушёл, и я закрыла дверь в спальню. А, помог ещё не идёт. То я услышала какие-то там вот, как будто бы кто-то моется, моется, моется. Думаю, да что такое? Знаете, если бы у меня не было котов, я бы подумала, что-нибудь другое. Какое-нибудь там привидение. Ну, поскольку я понимаю, что у меня много котов, мне думают, да кто-то из котов тут закрылся. Ай, вот она. Вот она, ещё одна. Но Челек точно нет, и Рюзгер точно нет. Думаю, либо Рыжий, а может, Памук, думаю, зашла. Потому что я выходила в маленькую комнату. Но это всё происходило в темноте. И когда я дверь закрывала, я не это сама. Думаю, кто-то может проскользнул. Оказывается, никто не проскользнул. Ну, куда ты, Челеш? Куда? Куда? И кто не проскользнул? А просто он там и был. Такие у меня штаны. Это когда после землетрясения мы там жили, у родственников. Там ближайший магазин был. И вот эти купили. Недорогие, дешёвые, но ужаснейшие, конечно, штаны. Лекала я не знаю для кого. Я мужу говорю, слушай, может, это, говорю, мужские штаны? Он не ташкым, но такие окраски. Такое не может быть, чтобы для мужчин было. Да, ну, вот здесь сова. А вот. Я говорю, ну как, ну посмотри, что лекала. Тут везде, извините, ну вот, как не развернёшь штаны, везде зад. И когда одеваешь якобы вперёд, который выглядит как зад, понимаете, вот здесь вот висит, вот здесь вот висит, как чёрте что. Поэтому я так вот, конечно, ношу их, но так подтягиваю их как бы шортами. И нормально. Вот. Что ещё? Что ещё? Вон, помукиш. Нужно запустить. Помук. Заходи. Помукиш. Помук. Заходи, моя кошелька. Заходи, Мась. Заходи. Мама оставит тебя, я сейчас ухожу. Я сейчас начинаю работать. Заходи, Мась. Помук. Я закрываю. Всё, молодец. Стоит пакет, нам давали обувь, тоже после землетрясения. Ну, там обувь. Ну, она бушная, и я хочу сказать, ну, в таком достаточно неприглядном виде. Но то ладно, в каком виде, люди дали, дали. Хорошо, но оно не подходит нам по размеру. Никому. Мужу говорю, организуй, отдай кому-нибудь. Но, только, знаете, такие. Сваивы нет, но чужой тоже не возьму. Поэтому у меня сегодня будет уборка. Вчера вечером у меня здесь были петушинные бои. Вы смотрите, всё в шерсти. Но я хочу на камеру сказать, я хочу сказать, что на камеру оно не так выглядит. Как на самом деле. На камеру оно так выглядит. Ерундовенько. И у меня влажная уборка. Стульчик я свой забираю. Это я на него ноги ставлю. И приступаю. Сейчас готовлюсь к работе. И на перерыве тогда я здесь промою этот салон. Хотя бы поэтапно. А потом уже после работы оставшиеся комнаты. И у меня сегодня по плану. У меня сегодня по плану. Уборка. У меня сегодня по плану. Сейчас замес хлеба. Естественно, будет все вот эти вот подмятия, хлебовое пекание. У меня еще сегодня приготовление какой-то пищи. И зефир. Короче. Ой, что это такое? Она придумывала сама себе работы. Так что ладно. Пойду сейчас чистить песок. Кошачьи горшки чистить. Мне попросили показать песок. Вот так вот выглядит песок. Я вам прям покажу не в мешке, а вот сразу в горшке. И как он комкуется. Сейчас тоже покажу. Ну, а комкуется он вот так вот. Ну, не все, конечно, бывает лопаточкой эти комочки я разбиваю. Ну, случайно. Этот у нас в этот раз мы купили с запахом. Покажу сейчас и марку. Ну, вот так вот. Я не буду показывать, ну, как бы сборку всего туалета. Потому что, ну, это некрасиво, хотя и естественно. Но это вот так вот выглядит. Песок мне нравится. Меня устраивает. Он не крупный, не мелкий. И комкуется. И в этот раз вот запахом. Ну, я особо запах не слышу. У меня-то проблемы с носом. А Дианка слышит. Говорит, что очень хорошо пахнет. Якобы, говорит, ты полы помыла с каким-то ароматизатором. Ну, а какая марка, я вам сейчас покажу здесь. Потому что... Ой! Вот такая вот. Жапон кирозы. Запах жапон кирозы. Я так понимаю, это вот в Японии вот эти вот деревья. Как они... Не знаю, как кирозы. Абрикоса. Японская абрикоса. Ну, не важно. Короче, какой-то запах. И тот пакет такой же самый. Супер премиум. Видите, пишет, что он комкующийся. Ну, вот если... Я сказала, да, не мелкий, не крупный. Но больше все-таки мелкий, нежели крупный. Ну, тоже, как бы, знаете, не вот такой вот песок песочный. Ну, хороший, хороший, хороший песок. Цена у него недорогая. Но вполне отличный. И там тоже. Но тот без запаха. Видите, чем занимаюсь? Хризантемы. Ну, схожи. Может быть, немножко такие подраскрытые сильно. Листья. У меня хризантемы ядовитые. Листья ядовитые. Ну, нету, нету, понимаете. Нужно вот зеленый. В зеленый добавить немножко другого, коричневого цвета. Да, чтобы листья приняли более естественный цвет. Но, к сожалению, у меня нету. Я тут своими красителями все замурзыкала. Так, ну что, все. Сегодня у меня так хорошо. Дай бог оно все стабилизируется. Потому что сегодня хорошо и листики там, кстати, не видно. Но в некоторых местах видно. Прям такие, видите, вот эти вот волнистые. Тут плюхнуло, блин. Ну, ладно. Тут еще такой листик естественный получился с дырочкой. Видите? Все. Теперь навожу порядки. Господи. Боже, ты мой, упала. Так. Вот приспособила, знаете. Вот так вот. У одной женщины увидела видео. А то она предлагает вот такие вот штуки покупать. Ну, я ее буду задействовать. Я же буду корзинку делать. Это ж я готовлю под корзинку. Мне, наверное, еще один нужно замес делать. Хочу сделать еще каких-то белых, наверное. Лилий. Лилий, я думаю. Ну, это я тут уже. У меня там остатки оставались. Думаю, дай попробую это. Ну, хотя бы. Как роза делается. Ну, вот не такие лепесточки. Ну, пробовала закругленные лепестки. Вот здесь вот они чем-то схожи. Но у меня уже там мало-мало было массы. Поэтому вот так. Ой, челешоныш моя кошенька. Ты туда. Ты поддерживала маму. Молодец. Мама думает, что маме так все легко получается. Ну, мама уже целых почти полтора месяца с этим возится. И поэтому уже вот этот раз я делала. Ну, уже настолько как-то спокойно. Без кипишений. Без, ну, без ничего. Понимаете? Зато у меня тут посуды. Мама, не горюй. Здесь у меня везде зефирная масса. И полотенце я замурзыкала. Короче. Мянсю. Мянсю. О! Так что все сделала. Так, три цветочка. Видите? И самое главное, что они получились у меня вот разных размеров. Это для меня было очень важно. Я вот, ну, прям фиолетовое и голубое, да? Надо еще что-то. Что-то еще какой-то цвет внедрить. Не знаю, не знаю. Не знаю, не знаю. Заведай.